Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на своем канале. Город Харьков на связи, с вами ваш Александр. По вашим долгожданным и многочисленным просьбам выхожу с вами на связь. Рассказать, как реальная обстановка в городе Харькове, что нового, что интересного, как мы здесь живем, а точнее выживаем. Правильно вы пишите в комментариях, что это похоже на некий режим выживания, который длится уже не первый год. Перед просмотром данного видео не забудьте подписаться на канал в поддержку коренного жителя города Харькова, поставить лайк под этим видео и написать свои комментарии, абсолютно любой по данному поводу. Также поделитесь видео с друзьями и знакомыми, сделайте максимальный репост для того, чтобы люди знали правду о происходящем. Ребятки, наверняка вас интересует обстановка по прилетам в Харькове и Харьковской области. Давайте, ребят, начнем, наверное, с Харьковской области. Недавний случай просто потряс не то, что город Харьков, всю Украину, а весь мир происходящим, что произошло, ребят, в Купенске. Там был прилет, собственно говоря, очень сильный. Я запомнил лишь только одно, что в конце, собственно говоря, того, что прилетело 1500. А это, скорее всего, обозначает, что там прилетело полторы тонны, как минимум. Напишите в комментариях, так ли это. Но, судя по разрушениям, прилет был очень сильный. Были сильные взрывы, ребят. Поставляю вам здесь фотографии с места событий, чтобы вы могли увидеть все своими глазами, собственно. Прилет там, ребят, сильнейший. Там, собственно говоря, здание магазина разрушено капитально. Помимо всего этого, много киосков, много магазинчиков, много людей, ребят, пострадавших. Бабушка там, 70 с лишним лет, сначала ее достали с-под завалов, а потом отвезли в тяжелом состоянии, собственно, в больницу. И после чего выяснилось, что она все-таки погибла, ребят, представьте. И помимо всего этого, еще 11 человек пострадавших, и мужчины, и женщины. В большинстве, кстати, женщин. Бедный Купенск, ребят, многострадальный. По-другому, ребят, не скажешь. Достается ему очень-очень сильно. Вы представьте, да, среди белого дня прилет, да, магазинчики, люди, базар, рынок. Насколько я понимаю, насколько вот нам все это рассказывают, да. Насколько нам показывают все это, насколько доступна нам информация. Но это просто ужас, ребят. Просто ужас. Тут никакими словами не опишешь, не расскажешь происходящее. Я вспоминал сегодня, ребят, то время. Я, кстати, вчера бегал на базар. Посмотрите, ребятки, как там обстановочка. И какое количество на базаре людей, переселенцев, которые как раз и приехали с Купенска, с Донецкой области, с Луганской, которые приехали, собственно говоря, эти переселенцы, Липцы, Волчанск и живут сейчас здесь. У них и так судьба непростая, нелегкая у этих людей, бомбежки каждый день. Но тут еще и по базару прилетело. У меня просто нет слов, ребят. Я говорю, я вспоминал именно то время, когда первые дни по городу Харькову такое впечатление, что летело каждую секунду. Просто прилеты были. Бух-бух-бух-бух. А я посидел парочку дней с мамой, собственно говоря, в погребе. А потом провиант тот, который я запасся. А жилишь как всегда и как и сейчас живем бедно, ребят. Нету такого, что заложенный полностью холодильник, да еще и морозилка мясом забита. Она потом всегда, как говорится, в холодильнике мышь повесилась. Я помню прекрасно, что 24 числа я сбегал в киоске, купил все, что там, ну не все, что там осталось, да, а все, что такое можно было в адеквате купить. И что там осталось, это парочку банок консервы и, собственно говоря, печенья галетного, пару пачек, которые осталось. Все. Мы с мамой это съели буквально за неделю, тянулись, тянулись, но пару банок консервы и пару пачек печенья, сами понимаете, сколько можно двум взрослым людям прожить на этот провиант. Конечно же, недолго. Я начал одевать рюкзак и бегать, собственно говоря, по своему району и не только в поисках еды. По-другому это, ребят, не скажешь. Выбегал я с погреба и именно бежал, именно побежал кой-де просто быстрым шагом, потому что летело неизвестно откуда, неизвестно куда, что попало, понимаете, первый день. Ты не понимаешь вообще нифига, ну, откуда тебе пригибаться и так далее. Бывало такое, что ударялись, собственно говоря, об дом эти, собственно, маленькие, то ракеты, то снаряды. Отлетали люди, просто погибали. Я говорю, одни тапки оставались от тех людей, которые бегали еду достать. И вот примерно в том же сейчас состоянии, как я понимаю, сугубо мое субъективное мнение, и Купенск находится, где люди выходят на этот рыночек найти хоть какую-то еду для того, чтобы выжить. Это просто ужас, ребят. Липцы также, Харьковская область, Липцы, ребят, я повставляю вам здесь фотографии с места событий. Там вообще нам сообщают и пишут, что ни одного человека не осталось, именно гражданского, да? Не знаю, насколько это правда. И мне кажется, что Липцы большие, вполне может быть, что где-то там бабушка, дедушка какой-то в погребе дозаныкался. И, помимо всего этого, вы скажете, так а что там типа переживать, может вы так подумаете, да, за Липцы? Да нет, ребят, там осталось просто масса домашних животных и скота. Коровы, ребят, тут прилетело в дом, там практически ни одного дома целого не осталось. Прилетело в дом, вот волонтеры рассказывали, приезжали туда. Прилетело, говорит, в дом, те, которые эвакуируют животных. Рядом лежит три коровы. То есть люди, видно, выехали, коровы, их или отпускают, а не бродяжничают, знаете, эти коровы, то еще что-то. Но это что-то с чем-то, ребят. Обстановка очень непростая и тяжелая в городе Харькове, в Харьковской области. Купянское направление, чтобы вы понимали, там по сей день идет эвакуация. Эвакуируют людей и детей. В день примерно 150-200 человек эвакуируют. Просто нет слов, ребят. Многие люди там пишут, да вот, там сегодня-завтра закончится, там и так далее, там и подобное. Ребят, ваши слова до Богу в уши. Хотелось бы, конечно, в это все верить, что не сегодня-завтра все закончится, максимум там в ноябре месяце. Ну а сейчас мы, как говорится, маемо, шумаемо. Я вам рассказываю реальную, собственно говоря, обстановку. Те новости, которые я здесь обладаю, непосредственно живя в городе Харькове, слышу от людей, которые здесь живут, да. Это просто, ребят, что-то с чем-то. Просто что-то с чем-то. Обстановка непростая. Спросите вы, а по городу Харькову летит? Да летит, конечно, ребят, и по городу Харькову. Летит и по городу Харькову. Бывает такое, что день-два тишина, несколько дней. А бывает, что и в день по два-три раза прилетают. То ракеты, то кабы, то еще что-нибудь. Расслабляться не приходится. Соблюдаем правила двух стен. Опускаемся, собственно, в погреба. Люди те, которые могут, те опускаются в бомбоубежище. Такая, ребят, обстановка. Что вам могу сказать? С хороших новостей, с хороших новостей. Вот у нас есть подписчица, да. И я ее прекрасно знаю. Вот у нее был прилет, собственно, рядом с домом. Так ей пришли, как она рассказала. Выдали, собственно говоря, 10 с лишним тысяч сразу от города Харькова. Это помощь от города Харькова. 10 с лишним тысяч. У нее выбиты окна. И еще, сейчас дальше расскажу. И сразу от города Харькова заделали ОСБ фанерой, позабивали окна. Спросите, на что дали 10 с лишним тысяч? 10 с лишним тысяч дали на клеенку и на пену. Для того, чтобы позадувать, собственно говоря, окна, там, позакрывать и все остальное. Что у кого там повреждено. В общем, на нужды такие мелкие. Пены было куплено и клеенки на 3000. Потому что и балкон, и, собственно, рама вылетела. И окна все. Все внутри было. И хозяйка была внутри, и на кровать стекла полетели, чтобы вы понимали. Это хорошо, что что-то задержало. Вот это, что скотчем клеили и бронепленкой. Специальная бронепленка покупали. А так вообще, ребят, неизвестно, что бы оно было. И помимо всего этого, надо было написать специальное там заявление, обратиться еще в специальные организации, для того, чтобы поменяли окна. Обратилась она в специальную организацию. Пришла, собственно говоря, делегация из трех человек. Говорит бабушка, дедушка и такой, говорит, лоб здоровый паренек. И начали делать осмотры. Увидели окна, говорит, а зачем вы их туда вставили и пеной задули? Сделайте, как было. Она говорит, я сделаю. А у меня что, есть мужики, которые обратно вставят эти, собственно говоря, окна? И мне что, тут в холодной хате сидеть? В общем, то, что фотографии она показывала, они не прокатили. Пришлось обратно сделать, как были окна, показать, что они действительно изувечены, что окна восстановлению не подлежат. И получается, какая ситуация, сфотографировали окна, и дедушка, говорит, добрый оказался, увидел, говорит, что обои, оно от холода, от влажности, представьте, дожди тоже и шли. Подпадали обои, естественно. Вот вы открываете окна двери, когда вот такая мряка, слякоть, и уже зима на носу. Естественно, обои подпадали. Так говорит, что сказали, что и внесли, что и обои. И это отправили в Киев, а теперь, собственно говоря, подписчица ждет оттуда результата, что там посчитают, как там дадут деньги на новые окна, не дадут, и как будет происходить процедура, пока не знаю. Не она, не я, но буду вас держать, собственно говоря, в курсе событий. Всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, добра бабла и позитивчика. Не забывайте заходить на наши вечерние прямые трансляции, где мы можем пообщаться вживую и поддерживать донат. Ссылки для донатовой карточки в закрепленном комментарии под видео. Донаты собираем на лечение мамы, на корм животным, на бензин для инвентора, на лечение кота-шарика и Санечку. Всех обнимаю до хруста. Держимся, ребята.